Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Юрий Аксёнов, и мы возвращаемся в игру Сим. Спасибо тем, кто подсказал мне в комментариях то, что в настройках нужно выбрать время жизни. Так, вот оно. Продолжительность жизни высокую. И также ещё вот автовзросление неигровых персонажей. То есть вот это лучше убрать. Давайте применим параметр, дабы жить нам подольше всё-таки. И не буду я взрослеть своим персонажем, я хочу остаться вечно молодым. Если уж умирать, то умирать молодым. Так, что такое пожара? Нет, у нас где-то чуть-либо пожар, что ли, не случился. Так, кто у нас где вообще? Юрец, ты где? А, в душе на втором этаже, походу. Так, давай-ка почисти ванну, может быть. Плиту не надо чистить, окей. Так, что у нас тут, малыш, что тебе надо? Жрать тебе надо? Съешь закуску. Йогурта, например. Так, наша жёнушка-то где вообще? Я вот считаю то, что от жёнушки нужно избавиться, потому что она повзрослела. Теперь я от неё даже детей не дождусь. Как вот от неё можно избавиться? Можно, наверное, как-то с ней развестись или что-то. Но вдруг она у меня имущество отсудить захочет? Или вернуть свои деньги? Я не знаю, можно просто её замуровать где-нибудь на заднем дворе. Давайте, кстати, это и попробуем сделать. Это жестоко, но... Это игра. Понятное дело, то что в реальной жизни бы я так ни за что бы не поступил. Но в реальной жизни бы и женщина бы так быстро не смогла бы постареть. Сейчас мы ей сделаем такой маленький уютный домик. И она у нас просто будет в нём жить. Вот так вот мы сделаем. Вот, это всё для неё. Я стараюсь. Давайте даже что-нибудь ей там поставим. Так, какой-нибудь диван или кровать. Для неё-то мне ничего не жалко. Так, кровать. Вот, односпальная кровать. Вот так вот мы её поставим. И... Так, стены нам нужно доделать. Давайте как-нибудь вот так сделаем. В общем, ждём мою жену. Я для неё специальное место приготовил. Давайте крышу сделаем. Эй-эй-эй! Какого хрена? Видимо, из-за того, что стена не доделана, крышу мы поставить не можем. Так, ладно. Сейчас мы тогда доделаем стену. О, теперь можно и крышу поставить. Вот такая будочка. В ней будет жить жёнушка наш. Так, дверь. Какую-нибудь... Вот такую, блин, для туалета. Так. А куда кровать пропала, я не понял. Я же выбрал ей кровать. Вот эту кровать я ей купил. Да, блин. Вот всё. Давайте даже ей поставим светильник. Да, я щедрый на эти мелочи. Так. Вот, а то уж в темноте сидеть вообще отстойно. Так, ну ладно, отправляемся мы к реальной жизни. Ждём нашу жену. Совсем скоро я оставлюсь сына сиротой. Казанской, как говорится. Так, Юрец, что ты там хочешь? Хочешь общения? Ага, вот жена наша идёт. Иди-ка сюда спать ложись. Отлично. Всё. Всё по нашему плану. Мы такие пошли спокойные наверх. Кстати, можно сыну компьютер купить. Так, где компы? Так, компы. Кабинет. Комп. Сыну комп. Нужен комп для сына. Мощный моноблок. Вот всё. У сына теперь нормальный кабинет. С таким офигеннейшим стулом. Вообще чётким. Так, ладно, возвращаемся к реальной жизни. Юрец. Так, он разговаривает с игрушкой, блин, это пипец. Ладно, прошите проверим нашу жёнушку. Да, она легла спать. А мы в это время что сделаем? Всё, мы удалили дверь. Замуровали её. В общем, она проснётся, а выйти отсюда она уже не сможет. Вот такие вот дела. Жестокий и беспощадный Юрочка. Можно, конечно, ей было окно сделать. Надеюсь, через окно же она не вылезет. Так. Где у нас окна? Какую-нибудь маленькую ей такую форточку. Вот всё. А то свет-то белого видеть не будет. Да, всё-таки я гуманный всё равно, по-моему. Можно было бы это всё сделать ещё жёстче. Так, Юрец, чё ты хочешь спать? Хочешь? Нет! Иди нарисуй картину классическую. Э! Чё-то Юрец непослушный стал какой-то, ладно. Так, пусть, короче, он спит. Сынок! Какого хрена ты не убираешь за собой посуду? Ну-ка, всё убрал! Пожара нет, блин. Чуть пожар мне не устроил, козёл. Чинить он ничего не умеет, блин. Чё это ещё такое? Принять душ. Да он все краны ломает, этот маленький уродец! Иди прими душ, потом ляжешь спать. О, наконец-то он доволен. Все, блин, мне краны сломал. Урод. Чё, краном не умеет пользоваться? Чё им уметь вообще делать-то? Нажал, повернул и всё, и работает. Козёл. Так, ладно. Чё тут у нас с Юрцом? У него голод, кстати, адский. Надо чё-нибудь приготовить. Ну, мы встанем, нам придётся сначала вытереть пол. Так, а потом мы пойдём что-нибудь приготовим офигенное! Чили. Торт конфетти, окей. Торт конфетти мы сделаем. Так, нам нужно общаться с кем-то. Так, можно кому-нибудь позвонить? Нина Фадеева? Ну, давайте ей позвоним, нам же нужна новая жена будет. Эй, ты чё ешь макароны? Выкини их. Ешь торт. Всё, он из-за пожара беспокоится. Уже достал. Так, жена наша проснулась. Она оттуда выйти не может, поэтому она... Скорее всего, будет только спать и спать. Потому что оттуда она выйти, к сожалению или к счастью, уже не сможет. Так, нам в туалет надо. Давай, бегом. В туалет. Отлично. Так, чё у нас ещё тут? Общение, общение. Общение у нас плохо. Да блин, чё неприятного? Ты съел вкусный торт. Так, другие варианты. Общение. Иди-ка, короче, за компом пообщайся. Так, наша жена вся вонючкой стала. Она пытается дозвониться, но мы не берём трубку. Она не понимает, что такое вообще произошло. Какого хрена она здесь оказалась? За что ей такое наказание? У неё индикатор гигиены практически на нуле. Скоро на нуле будет у неё и питание. В общем, скоро мы увидим, что же с ней такое произойдёт. Так, а Юрец тем временем общается в интернете и ничего не подозревает. О моём, этом, таком беспощадном и коварном плане. Так, спать. Так, болтать, наверное, хватит. Это Диспи. Диспи! Так, вот наша жена и сидит. Сидит одна, заперти. Пытается кому-то позвонить, возможно, в пожарную или в скорую, либо нам. Но никто не берёт трубку. Сынок в то время завтракает и не подозревает, что скоро у него мамки не будет и он будет один. Так, сыночек. Да, молодец! Вот это ты молодец. Хорошо, что ты начал мусор выкидывать и все дела. Хозяйственный сыночек растёт. Так, ему в тубзик надо. Иди в туалет. Так, а потом давай, Кэт. Разбуди батю своего. Да, жена моя стала вообще вонючка. Может, ей душ туда поставить? Ну, это, конечно, вообще издевательство будет. Ну, ладно. Пусть она там сидит. Вон, наконец-то. Они сейчас пообщаются немножко. Поднять настроение. Искренний комплимент сыну сделаем. То, что... Мне показалось, что он дал пощёчину ему вообще-то. Так, давай-ка съешь торта, пока он не просрочился. Так, ну а потом мы пойдём нарисуем картину. А то нам нужно деньги зарабатывать. Наша жена даже на работу сейчас не сможет пойти. В общем, они там про бабки, про кофе, про всё болтают. Молодцы. Сядь, походу, в выходной. Так, хватит болтать. Нам нужно работать. Ещё б мне нужно как-то похудеть. Вроде бы я чуть-чуть похудел, кстати. Отправим его потом бегать. Она опаздывает на работу. Да это понятное дело. Она вон спит, сидит. Сейчас она ещё там и обосрётся, и всё. Самое интересное, её общение, досуг и бодрость на высоте. Зато другие ингредиенты вообще просто... Ингредиенты, показатели. Отвратительные. Так, ладно, ускоряем время. Пошли, побегаем немного, займёмся спортом, чтобы похудеть. А то я жирный, как хрен знает кто. Так, энергии у нас мало, гигиены тоже плохо. Так, давайте примем душ. И, наверное, продадим. Ой-ой-ой, нет-нет-нет, не-не-не-не. Так, посмотри на картину, а потом уже продать. Есть, 800 баксов. Так. Картину мы снова нарисуем ещё одну. Чтобы всё было просто на высоте. Сыночек смотрит, как я рисую, весь в папку будет. Блин, малая нужда у него. Надеюсь, он не обоссится. Короче, как-то так мы сделаем всё. Ускоряем. Походу, мне звонит жена, но я трубку не беру. У меня, типа, ничего не работает. Сынок тоже ходит, не поймёт. Что-то он где-то голос мамки слышит, но мамки-то нету нигде. Ну да, смотрите, достаточно долго она живёт. Ой. I'm sorry. Достаточно долго она живёт. Но, тем не менее... Тем не менее, показатели у неё продолжают падать. Так, может быть, ей туда что-нибудь скунса какого-нибудь положить? Может быть, сделать, чтобы она там уставала? Отжимайся, я не знаю. Пусть качает пресс, может быть, похудеть. Такая своеобразная ей диета. Она ничего не хочет делать. Очень охренела она, даже отжиматься уже не хочет. Ну ладно, чё у нас тут с Юрцом-то? Он во сне болтает вообще, даёт. Так, так-так-так-так-так-так-так. Съедим закусочку. Овсяночку. И потом нам нужно дорисовать картину. Так, волчий аппетит у него, кстати. Ну вот всё. По крайней мере, голод мы немножко утолили. Потом мы уберём посудку. Она, по-моему, там сейчас обделается уже. Так, чё у нас там происходит-то с Зиной? Да, у неё все показатели падают, и совсем скоро Зины нашей больше не будет. Так, ну а я что предлагаю сделать? Я предлагаю отправиться куда-нибудь в парк, может быть. Где у нас тут парк или в музей? Давайте в музей пойдём. Можно с Ниной Фадеевой, но не знаю. Давайте хотя бы просто одни сходим в музей. Посмотрим, может быть, с кем-то там мы и познакомимся даже. Надеюсь, ночью музей работает, потому что сейчас вроде бы как... Ночь! Так, пошлите сюда. Чё-то я никого не вижу. Блин, в музее никого нет, ни одного человека. Давайте когда в бар поедем, там уж точно кто-то должен быть. Найдём какую-нибудь пьяную бабу. Ну или напоим её. Блин, тут какие-то все старые, седые. Какой-то не бар, а отстой. Но я понимаю то, что три часа ночи. Но всё равно. Чё это такое? Забота о себе. Так, чё ж нам делать-то? Чё ж нам делать-то? Куда нам пойти? Такими темпами нам только домой идти. Почему домой? Потому что нужно дождаться утра. Иначе все наши походы просто бесполезны. Никого мы не найдём, ни с кем не познакомимся. Только потратим время. И не увидим, как за нашей женой Зиной придёт смерть с косой. Как? 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 Как ты вышла? Как она оттуда вышла? Я не понял, как она оттуда вышла. Как она оттуда вышла? Блин, как она оттуда вышла-то? Ну это нереально. Она не могла оттуда выйти. Походу нельзя выходить из дома, пока она жива. Блин, ну чё ж теперь. Придётся снова её туда отправлять. Да уж, да уж, неприятное событие. Я уж жизнь по-другому стал планировать. Она взяла и вышла оттуда. И непонятно, как это сделала. В общем, всё, пусть она там сидит. Мы ей дали небольшой шанс. Как-то отдохнуть, что ли. Блин, а может быть есть что-нибудь такое, что может её убить там? Я не знаю. Зина, вот она. Спать, сесть, дремать. Да она, по-моему, офигела. Я всё. Чё, она вместе с ней удалилась? Так, где Зина? Эх ты, она вот где. Блин, понятно. Я хотел-то сделать всё по-другому. Я хотел просто удалить вот эту штуку. Удалить ей окно, потому что это слишком шикарно для неё. Видите, что она творит? Она не хочет покидать мою семью. Так, всё, иди спи. Эй, Юрец! Идите отсюда! Так, всё, они убегают от мамки, попрощались с ней. Всё! Ура! Ура! Всё, в общем, дорогие друзья, наверное, сегодня всё. Не знаю, получится нам её убить или нет. Она вообще какая-то живучая оказалась, как таракан. И это, конечно, с одной стороны хорошо, с другой не очень. Потому что мне нужна другая жена, которая мне родит ещё одного ребёнка. Это уже старая, бесполезная, и от неё воняет. В общем, всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, и вы узнаете, получится нам от неё избавиться или же нет.